Монастыритель деревни Летинёва. Рядом со старорусской деревней Святогорова на границе Дмитровского и Сергиево-Пасадского районов находится подворье Борисоглебского мужского монастыря. На днях мы вместе с настоятелем этого Дмитровского монастыря, Игуменом Августином, побывали на подворье и попробовали местное молоко, плоды обширного монастырского огорода и поговорили о жизни и трудах дмитровских монахов и насельников. Доехать до монастырского подворья – это целое дело. От Думина дорога сейчас труднопроходимая, а в флякоте подавно. Зимой, рассказывает Игумен Августин, снегом дорогу занесет, тоже сюда не добраться. А горочка на людю покроется, так и трактором машину не затащишь. Но, считают монахи Борисоглебского монастыря, оно может быть и к лучшему. Лишний никто не заедет, а свои уж как-нибудь доберутся. В этом году очень хороший лук получился, погода была, благоприятствовала. Ну, еще плюс у нас хозяйство дает много удобрений натуральных, и поэтому лук вывел в этом году очень хороший. Фермеры, соседи, что говорят? Ну, мы брали семена. Не, семена нам люди пожертвовали, но вот тоже растят лук фермеры. И говорят, что у них на им профессиональном поле, вот где они выращивают профессионально, у них хуже лук получился, чем у нас. Начали дмитровские монахи активно развивать собственное подворье лет 8 назад. И постепенно, год за годом, прибавляют различные виды деятельности. Уже несколько лет картошка в монастыре только своя. Молочная продукция, яички, овощи, огурцы и помидоры стараются на зиму заготавливать. Мед свой пасека дает. Летом на подворье трудится людей побольше, человек 7-8. А зимой 3-4 человека следят за живностью, охраняют хозяйство. Из соседних деревень сюда никто воровать не лезет. Монахи, люди мирные, со всеми поддерживают хорошие отношения. Только вот лисы озорничают. Кур монастырских постоянно таскают. За последнее время курочек 30 точно утащили. Даже собаки не помогают. Хотим расшириться для крупного рогатого скота. Надо, чтобы был где молодняк, а где коровки. Хороший, доильный и молочный цех хотим. Может быть и сыроварню. Мечты есть такие. Сделать небольшую сыроварню, чтобы уже перерабатывать молоко. И еще, конечно, может быть, еще хлеб пить, чтобы свой деревенский, чтобы был. И коптильня, чтобы были возможности, если что нужно, чтобы все было. Разнообразие. Да. Кстати, монахи на подворье не работают. Здесь только трудники, кто помогает монастырю с житейскими заботами. И рабочие, которые доделывают начатое. Монахи в Дмитрове, в монастыре. Там у них свечное небольшое производство. Пекут свои просфоры. Вот их послушание. А здесь они надолго не задерживаются, чтобы не отрываться от монастырской жизни. Трудники люди разные. Есть с Украины. Они к Гумину пришли еще до событий на Донбассе. Есть местные. Главное, чтобы был опыт работы на земле. Иначе не справятся. Хозяйство уже большое. Постоянно расширяется. И надо трудиться, как пчелки, чтобы за всем уследить. Все успеть правильно и вовремя сделать. У нас еще при Аце Романе, при Переже Нашем Настоятеле, появились три уля. Царство Небесное, отец Мефодий, занимался, начал заниматься. И вот с тех пор традиция в монастыре пчеловодства началась. И вот уже больше 10 лет у нас есть ули. Немного, 5-10, вот так примерно, в этом количестве, каждый год. Собираем мед. Ну, когда 40 килограмм, мы собираем, когда 120 был год хороший. Ну, всегда мед свой есть. Натуральный, цветочный, разноцветие. Монахов в Борисоглебском монастыре сегодня мало, только трое. Это сейчас везде так, по всей стране, говорит настоятель Дмитровского мужского монастыря. Обители пустуют. И даже в Троице-Сергиевской лавре монахов стало значительно меньше. Ведь стать монахом – это непростое дело. Нужно пройти несколько ступеней, только в послушании пробыть на менее трех лет. Многие уходят, кто не смог смириться, принять простой, но очень строгий монашеский образ жизни. Молодых совсем мало среди послушников. А взрослым сложнее побороть в себе самомнение, гордыню. Им сложнее подчиниться чему-либо. Это вначале они приходят робкими и смиренными. Когда в храм стал ходить, то со временем появилось такое стремление монашеской жизни. И на моем пути жизни встретился отец Роман, который в нашем городе, в котором я жил в Железнодорожном, был настоятелем храма. Когда он был назначен настоятелем монастыря, то я вместе с ним стал сюда, к нему сюда приезжать, а потом уже совсем остался. Это был 1993 год, начало монашества. Я фактически с самого начала монастыря. Сначала приезжал, а потом уже совсем остался, через год. Перед отъездом мы задали последний вопрос. Снова земном, а суетом. Насколько доходное сейчас это монастырское подворье? Или расходы превышают доходы? Игумен назвал свое хозяйство развивающимся. Сейчас много монастырь вкладывает в новые направления, чтобы создать полноценное хозяйство, где можно будет трудиться и обеспечивать продуктами монахов и своих прихожанок. Но придет время, заверил отец Августин, когда не монастырь будет поддерживать подворье, а подворье будет помогать монастырю в его богоугодных делах. Продолжение следует...